Всем привет! Меня зовут Аркадий Сафаров. Сегодня 16 мая 2017 года. Я начинаю вести каждодневный органайзер, дневник своих дел. Я не знаю, насколько меня хватит, не знаю, буду ли я пропускать дни, как это повлияет на меня, надеюсь, хорошо. Посмотрим, что получится. День 9. Сейчас я сижу без майки, потому что я уехал во Флориду из Нью-Йорка. Отдых, отпуск моей сестрой. У меня прошли первые, наверное, 3-4 дня очень продуктивно до приезда сестры и первые дни с ним в Нью-Йорке. А когда мы уже поехали в отдых наш, то там, конечно, я уже меньше строил планы, но также строил планы в пределах отдыха и в пределах моей зоны комфорта. И все пока что осуществлял вовремя. Добавлю, что я купил самую обычную книжку, органайзер за 3 доллара в китайском магазине. Страницы не должны быть исписаны как календарь, но это каждый из вас выбирает по вашему собственному желанию. У меня это здесь пустые страницы, которые я сам заполняю датой определенный, год, месяц, день недели и так далее, как я этого сам хочу. Хочу на одной странице, пишу целый день, если много планов. Хочу, как я это сейчас делаю, пишу 2 дня сразу, потому что былой мой опыт показывал, что слишком большие планы на день не гарантируют далеко всех их выполнения вовремя. Посмотрим, что будет дальше. Прошло 17 дней, очень много у меня расписано. Каждый день занимает где-то полстранички. Заметил за эти последние дни, что я выполняю около 95 точно процентов всего, что я написал. Бывает такое, что если я что-то не выполню, я переношу на следующий день. В этом ничего плохого, как я заметил, нет. Потому что чем больше ты планируешь, тем больше у тебя в памяти сидит и здесь на бумаге то, что ты это должен сделать. Соответственно, иногда ты просто берешь, просматриваешь список своих старых дел, переносишь их на следующий день и это гораздо лучше, чем если бы вообще этих дел не было в списке и ты бы их вообще не сделал. Сегодня 26 день того, как я уже веду дневник. Стоит сказать, что в любом случае нужно таскать эту маленькую книжечку, свой дневничок с самого утра. Вот мой немножко громоздкий, я не всегда хочу его брать с собой. И зачастую я пытаюсь запомнить, что я в нем написал. В нем не так-то много я планирую на день, чтобы наверняка все сделать, то, что я запланировал. И от этого я теряю своих планов, и когда под вечер прихожу домой, я уже не могу все выполнить, которые написаны на сегодняшний день. Сегодня я вообще дневничок забыл и совсем расстроен, потому что некоторые планы, ну, никак уже не могу, уже время запомнить. Но ни в коем случае не променяйте это на заметки в мобильном телефоне, потому что лучше писать от руки, это более мощно влияет на вас, и вы начинаете хотеть действительно выполнять то, что вы технически написали сами. Своей рукой. И вот, наконец, последний день. Закончился уже 30-й день. Сейчас уже 31-й день, я уже написал план на сегодняшний день новый. Что хочу из выводов подтвердить, показать вам. Статистически, по моим подсчетам и ощущениям, я стал делать минимум на 15% больше вещей в день. Стимулируясь тем, что у меня все написано на бумаге, и идеально иметь маленький блокнотик, маленький органайзер, чтобы всегда носить его с собой. Мне нужно себя перегружать планами чересчур. С другой стороны, нужно писать, наверное, немножко больше планов, нежели вы можете выполнить за сегодняшний день. Объясню почему. Написанное стимулирует вас на следующий день, если вы что-то не выполнили, я ставлю минус, если я не выполнил напротив, или я ставлю галочку, если я выполнил эти минусы и галочки, или плюсы, я ставлю в конце вечера перед сном. И тогда вы можете это невыполненное задание перенести на следующий день. В этом ничего нет плохого. Жизнь не должна быть полностью по расписанию, посмотрите на других людей. Мало кто живет по островому расписанию, меньшинство. Старайтесь выполнять сложные дела сначала утром, потому что утром у вас организм имеет большое количество энергии для сложных дел. А какие-то легкие дела, связанные с вашими хобби, например, у меня это запись и редактирование видео для YouTube, я оставляю на потом. Поскольку это не самое важное вообще в жизни, то могу перенести, хотя я не люблю это делать, на следующие дни. Делайте маленькие подпункты, то есть микропункты, нежели спланировать какое-то большое дело, например, шоппинг на неделю. Вы можете, например, написать «купить сегодня одно», «купить сегодня другое» или «выполнить проект по работе». Вместо такого большого дела вы можете разбить это на несколько маленьких и поставить по нескольким дням. Например, «выполнить сегодня часть А проекта, завтра часть Б проекта». То же самое в учебе. Если нужно выучить какой-то большой текст, то, например, «сегодня это первый параграф», «второй параграф», «третий подтопик» и так далее. Имейте при себе приложение, которое называется, ну вообще может быть любой пленер, но я использую приложение «вундерлист» или «вандерлист». Вот так выглядит. Здесь несколько списков внутри и есть подтопики. В них можно отмечать галочкой, если вы выполнили. И можно смотреть, что ты выполнил, что не выполнил. Например, у меня это приложение делится на персональные планы, планы в мобильном телефоне, которые я могу выполнить, планы на дому, которые я могу выполнить, планы, которые могу выполнить только через компьютер, учеба, работа, какие-то покупки, звонки, встречи и так далее. То есть в таком приложении можно ввести долгосрочные планы и краткосрочные, которые хотите вот в ближайшее время выполнить. Это удобно тем, что не нужно, во-первых, доставать органайзер в ваши сумки, там, если, может быть, в транспорте неудобно, и просто записать это в телефон. Также, если вы знаете, что в дневном вашем планере, органайзере, вы не хотите это дело поместить на сегодня, а хотите выполнить его в каком-то будущем. И я советую вот это телефонное приложение просматривать все ваши списки минимум раз в полнедели и максимум раз в день. Вот и, пожалуй, все, друзья. Спасибо, что посмотрели это видео. Меня зовут Аркадий Сафаров. Мой канал YouTube называется «Уехай в США». Однако это видео не является каким-то рассказывающим про США, что обычно является топиком на моем канале. Также я показываю жизнь здесь, говорю о стране и показываю истории людей, сюда переехавших. Так что, если вам интересен контент такой и контент, который будет продолжаться на моем канале еще в большем количестве, это самомотивация, это планирование, это self-challenge. Может быть, стоит попробовать как-то еще себя стимулировать, напишите в комментариях, пожалуйста, как. Я читаю каждый комментарий и отвечаю на него. При подписке также не забудьте нажать колокольчик, чтобы первым получать уведомления при выходе видео. Ну и лайк. Тем самым вы поможете развитию всего моего канала, если только считаете этот контент качественным. Спасибо, всем удачи, я рад быть полезным. Пока.